Порядили полки с товарами пока только в столичных гипермаркетах. Небезопасным оказался кондиционер для белья вернель, стиральный порошок персил, моющие средства ферри и жидкое мыло-палмолив. Вся эта бытовая химия в российских магазинах продается уже не один десяток лет. Европейские и американские производители давно заняли эту нишу и занимают 75% рынка. Но Роспотребнадзор России теперь требует изъять их из продажи. Они не соответствуют нормативным требованиям. Это официальное постановление ведомства. При исследовании стиральных порошков и моющих средств ряда производителей установлено несоответствие по токсикологическим показателям безопасности. С реализации снимаются партии продукции, не соответствующие установленным требованиям. Исследования бытовой химии и моющих средств других производителей продолжаются. Эту новость сейчас активно обсуждают в интернете. На фоне санкции уничтожения продуктов появляется вопрос. Неужели иностранные порошки, шампуни и мыло тоже исчезнут с прилавков? В сети супермаркетов «Командор» нам сообщили, что пока все стоит на своих местах. Проблемы возникли с одним крупным поставщиком. На данный момент никаких изъятий не происходило. И навряд ли произойдет. Объясню почему. Потому что поставщики, наши партнеры, с которыми доверительные и долгосрочные отношения, сработали оперативно. Нам прислали уже соответствующее уведомление о постановлении о том, что часть провела повторную экспертизу и подтвердилось, что продукция соответствует всем нормам и надлежащей продаже является. Либо какие-то другие регламентирующие механизмы были проведены, на основании которых они нам прислали и сообщили о том, что все в порядке. Единственный момент – это крупный поставщик «Хенкель», по поводу которого по четырем всего лишь позициям приостановлена отгрузка. Но опять-таки продажи не изымается, потому что они ждут повторную экспертизу. По мнению специалистов, если даже известная всеми импортная бытовая химия исчезнет, то ей на смену просто придут менее популярные порошки, моющие средства и кондиционеры. По словам специалиста Сити Красный Яр, от официальных органов никаких уведомлений или распоряжений не было. Все обозначенные в СМИ товары, они занимают в бытовой химии в нашем ассортименте порядка 1%. То есть это незначительная потеря будет для всех покупателей, для людей. И по каждой товарной категории есть заменители. Они сопоставимы и по качеству, и по цене. В свое время Роспотребнадзор забраковывал грузинские вина, конфеты, птичье мясо из зарубежных стран. Сейчас крупнейшим производителям бытовой химии необходимо пройти повторную экспертизу. И возможно, что они скоро вернутся на прилавки. Довольно быстро. Екатерина Погорелова, Александр Ермошенко. Новости.